здравствуйте ирина получила ваши домашние задания и вопросы по ним и в данном видео я детально на них отвечу первый вопрос который вы мне задавали почему у меня на футболке появился прямоугольник вот этот прямоугольник который вы не могли понять то что я вижу сейчас по файлу по документу вы нечаянно создали дополнительную монтажную область вот этим инструментом как это определить вот смотрите у нас с вами здесь отражаются монтажные области и одна из них является данным прямоугольником можем ее просто удалить ее не будет редактирование монтажных областей можно производить когда вы выбираете инструмент монтажная область либо же посмотреть правой панели монтажные области здесь мы всегда будете видеть сколько монтажных областей у вас создана поэтому внимательно посмотрите если вы видите вот такой непонятный прямоугольнички могу сейчас взять и нарисовать его как-то он будет у меня отражаться и вы видите будете видеть эту зону удалить можно здесь удалить можно взять потянуть здесь и потянуть в корзину таким образом монтажная область уйдет это ваш первый вопрос второй вопрос у вас был по снежинки по цветочку как отметить все лепестки одновременно существует несколько способов как это можно сделать вот к примеру я рисую такой же цветочек как у вас закрашиваю цветом делаю зеркальное отражение чем вы прекрасно справились и делаю поворот вокруг точки который у вас тоже хорошо получился что я теперь могу сделать адоб иллюстратор позволяет выделить либо объект либо группу объектов либо вы можете выделить несколько объектов каким способом это можно сделать для того чтобы выделить несколько объектов вы можете поставить курсор на пустое пространство экрана нажать кнопку мыши и начать растягивать все что попадет в зону вот этого выделения видите меня прямоугольничек рисуется все выделится и эти объекты станут активными делаю я это выделение при помощи инструмента выделения черная стрелочка то же самое я могу сделать при помощи кнопочки shift то есть изначально я навожу на какой-то объект кнопочкой правой мышки я щелкаю и для того чтобы выбрать еще один объект я нажимаю кнопку shift держу ее и мышкой щелку на следующие объекты таким образом я могу выбрать несколько последовательно объектов либо же если я понимаю что данный объект мне не нужен держа кнопку shift нажатой я могу ее данное выделение снять кнопочку shift держите нажатой вот я выбрала какую-то группу несколько объект да теперь я могу нажать на правую кнопочку мыши и сказать сгруппировать таким образом у меня сгруппировалась часть объекта так ну что то то есть я их последовательно выбираю еще раз почему-то фокус не удался правой кнопочкой мыши сгруппировать вот они у меня сгруппировались таким образом выбирая данную группу я могу этой группе присвоить новое свойство а именно задать другой цвет при этом то что у меня осталось оно не сгруппировано и я могу по одному лепесточку также если у вас множественное выделение и у вас разные цвета есть такой инструмент он называется волшебная палочка данная волшебная палочка выберет в вашем документе все цвета на активных слоях на незаблокированных которые будут соответствовать тому который вы выбираете при этом в настройках инструмента волшебная палочка вы можете сделать допуск то есть выбрать только один цвет либо 20 оттенков этого цвета в зависимости от вашей необходимости и таким способом даже те объекты которые не состоят у вас в группе вы можете одновременно перекрасить можно делать вот таким способом либо с помощью шифта вы последовательно выбираете либо вы один раз выбираете создаете группу и потом данную группу перекрашиваете либо если у вас позволяет картинка то при помощи инструмента волшебная палочка вы можете войти и перекрасить есть еще несколько способов но этих трех базовых вам для начала будет достаточно ваш вопрос номер три который меня был он был связан со снежинкой как отделить каркас от внутреннего наполнения здесь у меня тоже к вам появился вопрос хорошо ли вы себе отдаете отчет что такое цвет контура что такой цвет заливки я сейчас объясню и то и другое надеюсь то что отвечу на ваш вопрос если нет пожалуйста задайте мне его еще раз я уточню свое объяснение вот вы нарисовали какой-то объект после этого внутри него рисуйте еще энное количество замкнутых объектов это принципиально для того чтобы вы смогли применить инструмент обработка контура вот вы его применили теперь вы все выбираете инструмент обработка контура вам нужно нажать разделение сейчас кажется что ничего не произошло просто те объекты которые вы разделили собрались в группу нужно нажать правую кнопочку мыши разгруппировать и теперь смотрите я выбираю контур и отвожу в сторону если я сейчас делаю заливку то получается центральная часть у меня остались в одном месте остальное все залилось цветом я думаю что вы задавали этот вопрос если вы задавали не этот вопрос то вот здесь панелька у нас есть на данной панельки сверху на заливка снизу у нас цвет контура если у вас заливка как у меня сейчас залита вы получаете что внутри объекта закрашены цветом если вы выбираете что она неактивна а есть только контур то вы получаете вот такой контур то есть вот два варианта еще раз после того как вы нажимаете на разделение вам нужно разгруппировать это происходит нажимаете правую кнопочку мыши смотрите разгруппировать разгруппировываете сбрасываете выделение выбираете объект и его подвигаете вот он у вас получается как у меня по поводу текстов есть отдельное видео я вам про там рассказываю про работу с текстами есть вот инструмент работы с текстами там очень много всяких разных особенностей также я вам рекомендую там полезный сайт дофонт дофонт на котором можно скачать разнообразные шрифты бесплатно там вот все найдете я уверен что она к вам пришло либо придет ближайшее время вы не беспокойтесь по поводу того что рисовали вы вот вы рисуете соответственно ваш круг можете нарисовать из круг в круге можете нарисовать при помощи инструмент масштабирования и здесь сделать копирование как вам удобнее после этого просите залить градиентом и я могу убрать например заливочку вот таким образом либо же оставить цвет заливки если мне нужно поправить то в панели градиент вот здесь у меня есть тип линейный и радиальный я могу выбрать смотрите какое будет отличие почему мне сейчас не поменялось я делаю градиент для контура а мне нужно делать градиент для заливки будьте внимательны я тоже сейчас это пропустила вот он радиальный градиент вот он линейный градиент вот она разница будет показана соответственно если вы делаете текст вам нужно выбрать инструмент текст по контуру вы это сделали выбираете контур что-то пишите чтобы сейчас было лучше видно выберу какой-нибудь контрастный цвет скажем ему быть ярким вот вы теперь видно а у данного текста есть вот такие штучки так называемые направляющие вы видите можете его поместить внутрь текста внутрь объекта и вне объекта и точно таким же образом вы можете его подвигать то есть вам нужно выбрать ваш текст по контуру взять инструмент прямое выделение и вы можете дальше с ним работать таким вот образом попробуйте это сделать я уверена что у вас получится если у вас появятся дополнительные вопросы пожалуйста задавайте мне как вам удобно либо в группе в фейсбуке либо же по почте я обязательно на них отвечу желаю вам удачи до скорых встреч пока пока